Если нет светофора, у нас же могут быть какие-то еще знаки, которые нам помогают понять, что вот здесь нам идти можно, а здесь нельзя. Библиотекарь Любовь Евсеева терпеливо рассказывает детям, в чем заключаются правила дорожного движения. Говорит, сама однажды стала свидетелем трагической ситуации на дороге, когда машина насмерть сбила ребенка. Теперь делает все, что в ее силах, чтобы подобных ситуаций было меньше. Регулярно проводит занятия для школьников о необходимости соблюдать ПДД. Даже не все опытные водители знают, что в правилах меняется, как их нужно использовать. И, например, есть такая замечательная проверка для хорошего водителя. Задайте ему вопрос, каким является желтый сигнал светофора. Вам ответят чаще всего предупреждающим, но на самом деле это запрещающий сигнал светофора. Второклассник Егор говорит, знает, как переходить улицу правилам дорожного движения. Его учит папа. Нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что это опасно. Нельзя когда-то ездить на велосипеде и слушать наушники. Еще нельзя никогда перебегать на красный цвет. Открытые уроки для детей и их родителей в библиотеке проходят регулярно. Этот год в России объявлен годом семьи, поэтому скоро в библиотеке пройдет ряд мероприятий под названием «Неделя детской книги». Для детей и родителей, которые читают на ночь своим малышам. Виктория Шара и Николай Пифанов. События.